всем большой привет сегодня видео для экономных хозяек для тех кто привык пускать в дело даже переработанные продукты речь пойдет о жмыхе который остается после выдавливания сока из помидоров этот жмых я никогда не выбрасываю а делаю из него замечательную томатную паприку процесс очень простой причем кроме жмыха больше ничего не нужно берем томатный жмых выкладываем его на застеленный бумагой для выпечки противень распределяем по всей плоскости равномерным слоем и отправляем нагретую до 60 градусов духовку чтобы сушка проходила быстрее включаем конвекцию дверцу духовки оставляем немного открытой для этого достаточно вставить карандаш по мере высыхания жмыха примерно раз в полчаса массу переворачиваем из стороны в сторону в результате мы должны получить совершенно сухие томатные пластинки которые ломаются с хрустом как чипсы и рассыпаются на мелкие части время сушки будет зависеть от первоначальной влажности жмыха в этот раз у меня ушло 4 часа можно сушить жмых в несколько подходов посушили полтора-два часа например вечером и выключили духовку на утро снова включили на какой-то час-два и так продолжаете когда есть время до полного высыхания жмыха затем пропускаем томатные чипсы через кофемолку степень помола регулируем на свое усмотрение чтобы масса получилась более однородной можно перемолоть ее два раза по итогу мы имеем вот такую чудесную томатную паприку перекладываем его в чистую сухую баночку плотно закрываем сухой крышкой и храним в темном сухом прохладном месте использовать такую паприку можно для приготовления любых блюд я добавляю ее практически везде в супы подливы соусы и многое другое на этом все если вам понравилось наше видео ставьте лайк жмите колокольчик и подписывайтесь на канал буду очень благодарна если вы поделитесь в комментариях своими полезными советами до новых встреч